Иран не отказался от своей ядерной программы, несмотря на соглашение с Западом. Об этом заявляет глава израильской внешней разведки МОСАД. По его словам, Тегеран усиливает влияние в сопредельных странах и сотрудничает с террористами. Чего опасаются в Израиле больше всего, расскажет Григорий Бадо. Иран с помощью террористических группировок пытается закрепиться в районах, освобожденных от исламского государства и распространить влияние на Сирию, Ирак, Ливан и Йемен. Об этом говорится в докладе главы службы внешней разведки Израиля Йоси Коэна. О ситуации в регионе, которой он подал кабинету министров. Прессе стало известно, что отчет был посвящен главным образом именно Ирану. И как подтверждение слов руководителя МОСАДА, иранский парламент проголосовал за новые бюджеты для своей ракетной программы. Более чем в полмиллиарда долларов. И несмотря на соглашение между Тегераном и шестеркой посредников по иранской ядерной программе, Иран проводит новые испытания баллистических ракет. Ситуация такова. Везде, где исламское государство терпит поражение, территорию захватывают подчиненные Ирану группировки и целые армии. Мы сделаем все возможное, чтобы быть на страже безопасности нашей страны. Лидер одной из таких подчиненных Ирану армий, ливанского движения Хизбалла, Хасан Насралла, отметил годовщину войны с Израилем новыми угрозами. Его речь транслировали по центральному ливанскому каналу, ведь появляться перед толпой он опасается из-за возможного покушения. Насралла в очередной раз объявил, что Хизбалла это единственная сила, которая может противостоять израильской угрозе, при этом не объяснив, зачем его армии сотни тысяч ракет и других иранских наступательных вооружений. Со времен Второй Ливанской войны мощь Хизбаллы выросла в сто раз, и Израиль сделал вывод, что война с нами не стоит жертв и предпочитает избегать новых столкновений. Тем временем премьер-министр Израиля требует внести поправку в основной закон, чтобы объявление войны или решение о начале военной операции не требовало согласия большинства членов правительства. В Министерстве юстиции объясняют, такая поправка убережет от споров, когда каждая минута важна для успеха военной операции. Григорий Баду, Алиса Неверовская, Ближневосточное бюро, телеканал Интер.